Год мамонта вот-вот подойдет к концу, а вместе с ним и существование огромной кучи карт трех дополнений, а именно пробуждение древних богов, вечеринки в Каражане и злачного города Прибамбаска. Впрочем, если вы хоть немного следите за новостями, связанными с ХС-ом, вам это и так было известно, а если нет, то видео будет еще полезнее. Данный топ не имеет цифры в названии, лишь потому что уход карт из одного только Каражана, которых я уже насчитал многовато, повлечет за собой ослабление огромного количества колод, играющих на данный момент, не говоря уже об остальных двух дополнениях. Надеюсь, к концу ролика у вас сложится примерная картина того, что сможет, а что не сможет произойти с метой в Году Ворона. Да, карт будет много, однако по каждой из них мы пройдемся максимально точно и без лишних слов. Ну а если ролик тебе понравится и окажется полезным, я буду очень рад твоему лайку и подписке, если ты здесь впервые. А за микрофоном, как всегда, плагиат. Поехали! Начнем с самого старого из уходящих дополнений, Пробуждение Древних Богов. И первой картой о выходе, которой я буду жалеть, является Фендрел Олени Шлем. Одна из легендарок с самым необычным эффектом оставит класс друидов в стандартном формате, тем самым ослабив все возможные синергии с ключевыми словами «выберите эффект». Конечно, сейчас джей друидов поубавилось, да и есть Фендрел не во всех сборках, но на мой взгляд он никогда не был лишним. Упоминание он заслужил не столь своим частым использованием, сколь уникальным эффектом, который покинет стандарт. Очевидно, без него все архетипы друидов, кроме Агрос, слегка просядут, если после обновы друид вообще сможет играть хоть чем-нибудь, кроме Агроты. У магов отнимут Фолиант, ту самую карту, которая очень часто вывозила ТТК или Экзодия архетипы только лишь собой. Без нее, понятное дело, контроль маги просядут, хотя по сравнению с уходом лезяной глыбы в Зал Славы, эта утрата не смотрится настолько серьезной. Однако, тем не менее, я решил выделить этой карте отдельное место. Я бы не заикнулся ни об одной карте паладина, кроме Мурквизитора, если бы архетип на рекрутах так сильно не выстрелил. Мурквизитор, Объединяющий Клинок, Распорядитель Темнолесия, Преграда на Пути Тьмы. Их выход отчасти означает смерть как минимум одной разновидности Агропаладина, что многих, несомненно, расстроит. Однако, в то же время сможет направить больше внимания на другие архетипы колод паладина в следующем году, типа Мидренш и Контроль. Честно признаться, проигрышнее Агроколода мне пережить гораздо легче, не знаю, как вам. Из всех этих карт Пала больше всего жалко Пушку, так как в последнее время, кроме Волонира, Близзы наштамповали этому классу отборный Кал, мягко говоря. Поэтому без аналога Объединяющего Клинка придется, как в старые добрые, вывозить лишь базовой Пухой. Да, и стандартно выйдет давно уже неиграющая карта мем 4 маны 7-7, и упоминать ее стоит лишь ради мемов. Однако, с двумя другими классовыми картами ситуация получилась крайне интересная. И я говорю об эволюции и о нечто из глубин. Дело в том, что с уходом этих карт, по идее, должна была закончиться эра такого архетипа, как Шаманной Эволюции. Как минимум в стандартном формате. Однако, ДК, Трала и новая карта Эволюции не даст этому случиться. От Близзы, видимо, им понравился этот цирк с Эволюцией. Хотя это и понятно, ведь рандом это весело, да? Перед тем, как мы перейдем к картам следующего дополнения, я естественно упомяну древних богов, как же без них. Из четырех доступных, на данный момент самыми большими утратами, будет выход Ишараджа, который заберет с собой большую часть винрейта Биг Калод, Инзота, который своим предсмертным хрипом похоронит все колоды, построенные вокруг этого ключевого слова. Или связки слов. Печально все это. Хочется верить, что Близзард предоставит хоть какую-нибудь достойную замену тем по-настоящему классным декам, которые были с нами на протяжении года Мамонта. И нет, я не об игроте. Приключения давайте оставим на потом. Сначала дополнение. Прибамбаск. Наверное, одно из самых спорных когда-либо вышедших аддонов. И все дело, естественно, в картах. С первых дней следующего года в Хаэсе стандартный формат избавится от напасти джейдруидов с выходом нефритового идола и еще пары карт, призывающих джейдов. Но в основном идола, что по идее должно открывать врата для очень медленных и тяжелых контроль колод, типа контроль воина. Однако, как можно заметить, под конец существования колода джейдруида сдала позиции. И сейчас играется намного реже. Поэтому ожидать вырыва контроль колод играющих до усталости я бы не стал. Потому что куболок никуда не денется. Тем не менее, одной проблемой станет меньше, что не может не радовать. Хоть, как я уже и заметил, сейчас джейдруид представляет куда меньшую опасность, чем в метруи Средизного Трона. Помните там Тир С и прочее. После джейдруидов мне, естественно, хочется поглумиться над всеми заядлыми игроками на Секрет Магах. Ну что, ребят, минус при хвостине, минус разносчица. Это мы еще до Каражана не дошли. Если серьезно, то в следующем году Секрет Маг имеет большие шансы потерять былую мощь. И пик этой колоды придется на мету кобальдов и катакомб. После чего, если, конечно, Близзы не бустанут деку какими-то реально мощными картами с синергиями с секретами, она уйдет в небытие. На фронте же различных контроль магов немного жалко вулканическое зелье. Хоть сейчас оно не слишком сильно используется в пользу Драконевого Огня и его эффекта соответственно. Выход при Бомбаско можно отчасти назвать и похоронами Жреца, так как количество убер-мощных карт, которые выйдут из стандарта, просто ломает голову. Я насчитал 5-6 штук, в зависимости от того, считаете ли вы среднее лечебное зелье убер-мощной. Наконец, мы перестанем бояться выставлять несколько мелких карт в начале игры, так как выйдет зелье Безумие. Вместе с ним выйдут и очень сильные в колоде Темпа Преста Жрец Когтя Кабала, Песникрат и, конечно же, Драконит Шпион. Скажем нет воровству карт, да, лозунги. Если честно, я слабо представляю все ту же мощнейшую колоду Темпа Преста или современного Дракона Преста без этих карт. И также слабо представляю Близзардов, добавляющих такие же мощные замены. Ну, впрочем, поживем и видим. И как не упомянуть Ауешку, которая приелась уже всем, зелье Драконьего Огня. Уже совсем скоро у Жреца станет куда меньше карт контроля стола, и как результат мы вряд ли увидим такие архетипы, как Биг Прист или Темпа Прист во всей красе. Если только в игру не добавят карты вербовки для этого класса или каких-нибудь мощных Темпа карт, что немного компенсирует довольно-таки весомое ослабление Жрецов. Продолжая тему шаманов, у этого класса с Прибомбаском уйдет хоть и немного карт, которые играют на данный момент, но они играют чересчур важную роль, поэтому я могу заванговать два варианта развития событий. Либо отличная замена хорошему и дешевому оружию нефритовым когтям, и еще какой-то ремовал с эффектом, похожим на инволюцию, или хотя бы просто еще один ремовал. Или полная неиграбельность класса, как в очень старое доброе с попытками Близзов сделать из фриз-шамана или шамана на гиганта хоть что-то играбельное. На фронте и так не особо играбельного класса воина с Прибомбаском мы несем хоть и маленькие, но крайне неприятные потери, а именно на корм рыбам. Единственный нормальный корм, который мог компенсировать просадки против агроколод. С одной стороны и правда жалко, а с другой хочется забыть вообще все, что происходило с классом воина в году мамонта, и начать год ворона с нового листа в компании с воскресшим контроль воинов и разносить всех на скилухе. Ставь лайк, если хочешь так же, впрочем, лучше сильно не надеяться, можем сгладить. Лайк все еще поставить можешь, да. Из нейтральных карт я бы выделил потерю повсеместного мини-спасения от агроколод Мастерицы Микстуру, хоть я и 100% уверен, что на ее место встанет кто-то другой. Также придется расстаться с редкой механикой и грязной крысой, без которой контрить некоторые колоды не представится возможным, поэтому здесь я также ожидаю от Близзов какую-то замену. И, конечно же, Казакус. Знаете, эту карту даже как-то и не жалко, он навел много шума, но его эра, как и эра колод без повторок, должна была когда-нибудь подойти к концу. Что ж, пришло время для карты с Каражана и осознания того, что если бы ты купил приключения куда раньше, то винрейт у тебя в Хейсике был бы куда выше. Сейчас объясню. Для того, чтобы осознать всю тщетность бытия и насколько большое влияние на мету оказывал Каражан, мы рассмотрим уходящие, ключевые или около того, карты из этого дополнения для практически каждого класса. Ведь, как оказалось, сейчас во всех топовых колодах, с исключением буквально пары, не обходится без карты из вечеринки. Друид. После пламенного введения, в начало у нас довольно-таки простое. У друля выйдет одна из самых сильных опенеров игры для агроколоды. Толдовской ворон. И таким образом, я вообще не представляю, чем будут играть друиды будущего, ведь по факту его в начале следующего года обдерут как липку. У охотника же уйдет целый набор джентльмена. В виде бабушки, которая невероятно усилила агро и мидренш вариацию, фокус котуса, который жирно задействован в спел-охотнике, и скрытной охотнице, которая сейчас неплохо играет в контроль охотники на вербовке. Да-да, вы не ослышались, скоро по нему видос будет. Однако, несмотря на все эти потери, охотник как класс никогда со времен безумного ученого не страдал от недостатка замен, и этот раз не исключение. Поэтому такой же безысходной картины, как с друидом, в следующем году от хантов ожидать точно не стоит. А теперь вернемся к Стёбу на тигрет магами, да и к магам в целом. В следующем году болтливая книга Локей Медива и Портал, который чаще призывает Лерою твоего оппонента, чем ты дышишь, уйдут. И если честно, я вообще без понятия, на чем нем останется играть, кроме как попыток Биг Спелл Мага и Экзодия Магов на Элементалях. Очень надеюсь, что Близзам также надоели секрет маги, как мне, и они скорее бустанут другие виды колод этого класса. Пролитая над более неиграющими сейчас Жрецом Обжора и Пиратом Прайдохой, следует уделить несколько секунд внимания еще одной очень имбовой, к слову, Ауешке Шамана, Порталу Водобороту, который поставит крест на сопротивление Агроте класса Шамана. Также уйдет Бес Молчезара, который давал абсолютно несправедливый добор для современной ультра-агрессивной колоды Зулока. Покинет нас и Историк Гнева Пустоты, без которого Темпа и Дракона Престы неплохо просядут. И, наконец, Легендарочки. Первым делом Барнс, который с собой заберет весомую часть с боевой мощью Спалохотника, и чуть ли не всю Биг Колод, типа тех же Биг Жрецов, которые по факту могли бы быть похоронены как минимум с выходом кучи полезных карт контроля с прибамбаском. И завершает самый большой топ-карт на этом канале Хранитель Медив, который с собой мог шикарно усилить любую контроль-колоду с сильными заклинаниями-ремовлами, и без него Биг Спалмак и некоторые версии контроль-чернокнижника потеряют неплохую часть потенциала в поздней игре. Что ж, а на этом все. Надеюсь, ролик получился максимально информативным и максимально компактным. Если он вам понравился, оказался полезным и, наконец, помог понять, что примерно произойдет с метой с началом следующего года, то я буду очень благодарен за ваш лайк и подписку, если вы еще не подписаны. А мне остается позвать вас на свои стримы каждую среду и субботу в 18 часов по МСК и группу ВКонтакте. А за микрофоном был, как всегда, плагиат. Удачных каток в рейтинге! Увидимся на стримах и в следующих роликах.